Всю жизнь работаю в поликлинике с больными и пожилыми людьми. Интересно, это предназначение медработников? Хотела уйти из медицины, но не могу без нее. Когда вы не можете без нее, то блин, ну это ваше предназначение, это ваш кайф, это ваша радость. Но если вы хотите уйти, это значит просто наскучило однообразие. У вас такой выход здесь очень хороший будет, если вы остаетесь в медицине, но параллельно вам нужно еще какое-то хобби найти для разнообразия, чтобы вы могли переключаться. Если человек не переключается с одного дела на другое, он очень сильно устает, а любой отдых это просто смена деятельности, переключаться. Если вы не можете в семье переключаться и отдыхать от работы, то найдите какую-то еще дополнительную деятельность, например, рисовать, вышивать, обучитесь какой-то штуке, лепке, может быть, что можно делать, я даже не знаю, шить, рисовать какие-то картины или, может быть, на планшете, да что угодно. Вот, то есть найти какой-то кусочек времени на свое еще какое-то отдельное хобби вне зависимости. Вот когда вы научитесь переключаться, тогда вам не надоест вот это вот дело. Как убрать спешку и суету? Все время что-то делаю, но кругом бардак, ничего не успеваю, везде опаздываю. Вот вам нужно разобрать шаблон спешки, что спешка это остановка. И чем медленнее вы, тем быстрее складывается картинка мира для вас. Представьте, вы находитесь там слева или справа от поезда, едет поезд, а вы пытаетесь догнать какой-то вагон. И чем быстрее вы едете, да, тем одну и ту же картинку одного и того же вагона параллельно, да, вы наблюдаете. Но стоит вам остановиться, вы увидите, как вокруг там все заспешит, и все будет по-другому. То есть реальности картинки будут меняться, то есть наша жизнь подстраивается под нас, но когда мы спешим, она не успевает подстраиваться просто. Остановитесь, и вы увидите, как все сложится. Это просто шаблон такой, надо рассуждать, ну, еще какими-то своими рассуждениями. Почему? Спешка это остановка, а остановка это как раз-таки движение. Потому что все целое, единое, истина, она имеет грани. Причем грани противоположные. Вот монетку берем, да, с одной стороны орел, в другой решка. И вот плохое и хорошее, это одно и то же. Спешка, остановка, это одно и то же. Нам просто надо целое увидеть, а мы просто с одной стороны смотрим. Как только вы осознаёте целое, то есть убираете крайности, края, то есть потолок, тот край один какой-то убираете, да, и начинаете, получается, на этот шаблон смотреть без ограничений. То есть вас не ограничивает какая-то одна из сторон, а вы видите, это целое. То есть противоположности — это целое. И как только поймёте, что остановка — это движение, вы, чтобы не опоздать, будете тормозить. Ну, специально. Я, если я опаздываю на самолёт, таких примеров очень много, эфиров очень много на эту тему. Когда опаздывал на самолёт, я прекращала бежать. Всегда то часы переводили, это с поездом было. Самолёт задерживали, я никогда не опаздывала на посадку. При опоздании я замедляла шаг. Наоборот. Перестаньте торопиться. Вы всегда в той точке, в которой нужно. Вы сами от себя не убежите. Вы всегда находитесь в покое. Мы вообще точка наблюдения, а мир складывается картинками, сотканной из наших мыслей. То есть нам кажется, что это мир движется, на самом деле это бег наших мыслей. И мы видим эту киношку иллюзорную. Всё вокруг — это вообще иллюзия. Но мы, как наблюдатели, дали этому материальную форму. И нам кажется, что мир движется, я движусь, тело движется. Нифига подобное. Мы всегда в одной точке находимся. И при замедлении картинка сложится так, как нужно. Но когда вы в спешке, в мыслях, вы не успеваете за внешним. А что такое спешка внутренняя? Это себя подгоняем и гоняем, там, быстро мысли. Наш внешний мир не успевает подстраиваться, да, и чтобы мы расслабились. Не знаю, нормально я объяснила, нет? Про спешку. Раньше записывала свои вопросы о сознании и всё такое. Недавно села почитать, но многое не помню, читая, как в первый раз. Это что, реальность изменилась? Я не помню свои проблемы, которые раньше были. Ну да. Так, пока нет таких приложений. Считается, что знать одну причину без терапии неэффективно. Это как загуглить причину, но для осознанных дум может быть полезно. А кто вам сказал, что будет одна причина? Вообще нету одной причины. Я не буду давать конкретно, какая мысль зародила болезнь. Потому что причина каждого сигнала вашего тела настолько уникальная и никогда не повторится с кем-либо. И когда я пишу психосоматику сейчас и рассказываю о психосоматике, я вам разве говорила конкретно, что вы сделали вот это, подумали об этом? Нет, я никогда так не говорила. Например, боль в ноге, значит, я задаю вам вопрос. Подумайте, где вы не хотите идти в свои желания. Боль в ухе, левая сторона. Где вы не слышите свои желания? Я даю вам наводящий вопрос, который вы осознаёте и тут же понимаете. Блин, я не слышу свои желания. А какие? Я начинаю их слышать, и реальность меняется. То есть это не такая психосоматика, не знаю, какая такая, не такая. Там не будет причины, будут наводящие вопросы. Помимо наводящих вопросов, в наводящем вопросе уже будет ответ, который вы просто сами осознаёте. И каждый будет осознавать по-своему. То есть это настолько многогранно, можно сказать. То есть я дам ту точку, из которой это произошло. А эта точка в вашем личном восприятии будет своя. То есть здесь не будет, что вот вы взяли вот так и вот так. Подумали, и вот она получилась. Нет. То есть я вам даю точку, из которой прорастают ваши мысли. А вы уже делаете там с ними что хотите. Так, давайте дальше не будем зацикливаться. Как позволить себе быть счастливой после горя и потерь? Ну, вы, значит, не до конца осознаёте, что вы хотите быть счастливой. Вы хотите быть в горе и в потерях до сих пор, пока вам это не надоест. Когда вам надоест, вот просто надоест, и вы скажете... Я хочу быть счастливой. Всё, я хочу быть счастливой. Кохаре ныть, блин. Пошла, волосы распустила, блин, духами покрасила там себе волосы. Там, не знаю, оделась и пошла гулять, танцевать и петь. Это когда вас... Всё. Но пока недостаточно. Вы там опустились на дно, видать, что задаёте такой вопрос. Как позволить себе? Ну, как позволить? Просто сказать себе, я хочу ныть дальше или быть счастливой? Так, какого хера я сейчас ною? Бам себе по башке, рукой по лбу. Какого хера я сижу ною сейчас? Взять надо, встать и пойти. Пойти что-то сделать, что-то сотворить, порисовать, петь, включить музыку, потанцевать. Ну, себя тормошить нужно. Если вы этого не делаете, а сидите, только задаёте вопрос. Как позволить себе быть счастливой? Одни горя. Вы будете находиться в этом состоянии бесконечно, пока просто не влупитесь по башке. Потери вы хотели сами. Гори вы хотели сами. Вы весь мир творите своими желаниями, своими мыслями. Зачем-то вам это нужно было. Мы теряем всегда то, что не ценим. Для того, чтобы мы нашли эту внутреннюю ценность в себе. И пока вы её не найдёте, что ценность в себе — это быть счастливой, у вас будут продолжаться потери во всех сферах жизни. До тех пор, пока вы это не осознаете. Не знаю, биту возьмите, дайте себе по башке. Больно. Пока вам не станет очень больно, вы же вообще даже ничего не делаете для этого. Это внутренняя воля. Просто взять и решить для себя. Нет ответов, как взять и позволить себе быть счастливой. Никто вам это не скажет. Никто. Не существует ни одного психолога, который бы вам сказал, так, вам нужно пойти, прочитать 10 аффирмаций и дать какой-то совет конкретный. Никто вам это не скажет. Пока вы сами не отмучаетесь и скажете, всё, я больше так не могу. Пока внутри вы не созреете для этого. Как угадать цифры в лотерейном билете? Ну и вопросик вы меня спрашиваете, а зачем вы это хотите? Сказать, посмотрите, какой я крутой угадал цифры, потешить своё эго. Взять деньги и сказать, блин, я круче вас, у меня есть деньги. Теперь я буду выглядеть в платье круче вас и куплю сумочку. И теперь, а у вас такой нет, а у меня, посмотрите, какая крутая. Вы что хотите доказать вообще? Зачем вам деньги в лотерею выиграть? И вы вообще должны не знать, не знать, каким образом у вас что-то осуществится. Единственное ваше желание в этой жизни, это должны быть такие, я хочу радоваться, я хочу быть счастливым. Счастье это сей часе, жить здесь и сейчас, наблюдая за своими чувствами, кайфуя, что я сейчас испытываю, это счастье. Счастья другого не существует, сей часе. Я хочу быть счастливым, такого не будет никогда. Я счастлив сей час, вот только сейчас оно есть, в этот миг. Осознаёте этот миг и проживайте его. Радуюсь, что у вас есть этот миг, у вас есть эти руки, у вас есть тело, у вас есть глаза, уши. Вы можете чувствовать, вы можете слышать, видеть, дёргать руками, плясать, там ещё что-то. Вы можете познавать вкусы, запахи. Вот если вы это ощущаете, вы сейчас счастливы. Если вы это не ощущаете, вы несчастливы. Другого счастья нет. У вас должно быть единственное желание быть счастливым, жить здесь сейчас. У вас должно быть единственное желание — это быть в любви, то есть дарить любовь, научиться любить. Потому что любовь извне не существует. Она есть изнутри, вовне, но не извне, вовнутрь. Даже не думайте, чтобы мир вас любил. Он будет отражать только вашу любовь, которую вы ему даёте, как в зеркало. Но он не может вас любить, потому что это проекция и следствие любви вашей изнутри, вовне. То есть вы творите этот мир любовью. И ваше единственное желание должно быть — это радоваться, как и вас сейчас, и дарить любовь этому миру. А не показать, что у меня сейчас будут деньги, я куплю там сумочку, лучше машину, лучше квартиру, лучше дом, и чтобы все видели, что я лучше всех. Зачем вы это делаете? А потом страдаете, почему у меня болезни? А болезни вам это и сигналят, то что вы вот так себя не любите, не любите вот эту проекцию внешнего мира. Нелли, если ты что-то узнал в эфире, понял, стоит человеку просто кинуть деньги, как благодарность за осознание. И как это вообще влияет на наш мир? Ну, конечно, стоит. Боже мой, я ни от чего не отказываюсь, и люди не должны отказываться вообще ни от чего. Я считаю, что каждый человек должен научиться в этой жизни принимать. Неважно, что, оценивая, плохо это или хорошо, материальное это или нематериальное, внимание или невнимание, неважно, принимать зачем-то я это создал и творю, и принимать всё, что вовне творится и даётся, потому что это моё желание, ваше желание. Вот, поэтому, что бы вы ни делали, вы, как творцы, можете делать что угодно, и что бы вам мир не давал взамен, вы должны это принимать, это единственные долги себе, принимать мир и всё, что он мне даёт, и давать в этот мир всё, что я могу дать. Как бы, тут даже речи нет, а правильно это или неправильно, зачем вы даже такие вопросы даёте. Вот, кто хочет поделиться своей энергией, неважно, каким образом, благодарностью, улыбаясь глазами, улыбкой, словом, деньгами, мячиком, каким-то своим творчеством, делитесь, вы должны делиться, потому что это вас умножает, любое деление — это умножение, поэтому чем больше вы делитесь, тем больше получаете в обратку, неважно, чем, то есть делитесь с любовью, получаете любовь, делитесь критикой, пиздец вам, критика на вас таким же образом просто обратно вернётся. Делить, чем бы вы не делитесь, в зеркало мира вам будет это отражать. Делитесь говном, ну, так вы тоже получите, в большем объёме только. А сущности могут по телу перемещаться? Не, они только там влетают. Великий, могучий русский язык, от мата избавляюсь. В этом мире не нужно ни от чего избавляться, всё для чего-то нужно. Маты — это вообще священные слова, в древности их использовали для того, чтобы разрушить связи. Мат разрушает нейронные связи. Вопрос, как вы это используете. Вы разрушаете проблемы матами, послав их нахер. Вы разрушаете связь между токсичными людьми, с которыми не можете разорвать привязки по-другому, потому что мы энергетически связаны со всем, и с людьми, и с материальными, и с камнями, и с нематериальными, неважно. Мы связаны. И чтобы разорвать связь, которая нас убивает, священными словами, матами, можно разорвать. Поэтому, ребята, не надо мат использовать в обиходе, в обычном, но использовать его там, где нужно, это вот, бля, вот. Все наши недостатки — это таланты, о которых мы просто не догадываемся, как их использовать. И всё, учитесь во всём видеть силу. Мат — это сила, любое слово — это сила, любая эмоция — это сила, любое чувство — это сила. Любое плохое — всё. Это ваша вообще неопознанная сила, в которой столько силы, которая может творить такие чудеса. Вы просто не понимаете, как это использовать. Если вы начнёте рассматривать суть каждого чувства, каждого слова и видеть в этом силу, блин, вы офигеете. Мы же молоток не считаем херовым, блин, потому что им можно кошку убить, ну или там голову размножить. Мы не считаем молоток плохим, потому что мы знаем, как его использовать по-хорошему, гвозди забить. Оружие, атомная энергия, она может быть разрушительной, может быть созидательной. Всё зависит, как мы это используем. Мат — это неплохо и нехорошо. Вопрос, как вы его использовали, во благо, да, либо в разрушении. А если и в разрушении, в разрушении ничего нету плохого, разрушение — это тоже хорошо. Мы не можем ничего нового построить, пока мы не разрушили на этом месте старое. Мы не можем разрушить какую-то херню, да, чтобы сделать там что-то такое, чтобы по кайфу нас развивать и давать нам кайф. Просто научитесь во всём видеть суть. А вы на всё, что смотрите, вы привыкли видеть только меру использования. То есть вы не суть видите. Молоток, в чём суть молотка? Это усилитель силы, это суть молотка. А вы начинаете молоток описывать как способ употребления, да, оружие, да, можно им убить, а можно защитить. Можно защитить себя, свою семью от медведя, допустим, да. То есть у вас есть масса инструментов, да, и каждое слово — это инструмент. Как вы его используете? Так. По поводу быть счастливой, очень ёмко, и прям в голос ржу. Это мало кто поймёт, и не сразу. Давай займём точку обзора, что сейчас много кто поймёт, и будет хорошо. Так. Я так и сделала, как сказала Нелли, кайфанула, натанцевалась, назнакомилась, а позавчера умирала. Вот, видите, как состояние меняется. Пока мы себя не пнём, нас никто не может развеселить. Так долго мужа просила подстричься, сегодня побрила своё пипи. Муж приходит с три жены. Вот вам взаимосвязь. Начните с себя миротражения. Майка фирменная, ну да. Это подарок. Мне подарили майку. Я кайфую от хрюнделей. Так. Разрушили царскую Россию, и что построили? СССР. Блин, почему вы живёте в недовольствиях? Всегда в недовольствиях. Вам во всём нужно выискивать недовольство, всё критиковать, всё не так, а посмотрите с другой стороны. Расширьте ваш взгляд. Был ли вообще СССР? Была ли царская Россия? Существовало ли вообще прошлое? Так. С учётом квантовой физики, то у нас воспоминания создаются из точки здесь и сейчас. Так. Мы вообще просто играем. У нас игры такие, понимаете? Вы сейчас начнёте, жизнь эта игра, начнёте играть в игру, в котором нет ни лабиринтов, ни стрелялок, ни монеток, собирать нечего. Зашли в коридорчик, прошли минуту, вышли, всё, спасибо, что поиграли в игру. Либо в фильме идут, два человека, идут, 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 пришли, поцеловались, я тебя люблю, я тебя люблю, гейм овер, всё, титры, писта, ты, да, скукота, вот, мы для себя придумываем все эти лабиринты, эти трудности, да, которые вырабатывают нам энергию, мы это придумываем не просто так, нам всё это нужно, эта игра, нам с трэшом просто, ну, необходима, мы без этой тьмы не можем познать свет, и мы его не познаем без вот этого всего. До тех пор, пока вы не поймёте, что, ну, всё, что вы думаете, это не то, что вам кажется на самом деле. Так, ладно, ухожу. Получается, весь затык, что мы боимся действовать, да, все шаблоны, шаблоны, да, это препятствие, это потолок, это край, который нам не даёт действовать, и если мы в голове осознаём шаблоны, да, что мне мешает, что мне мешает идти, что мне мешает действовать, что мне мешает исполнить желание, оно уже исполнено, мы просто его не видим, мы перед носом не видим вообще столько вещей, даёшь даже чек-лист, один, два, три, четыре, вот люди в упор не видят четвёртый пункт, или пятый, вообще его не видят, даже прочесть его не могут, просто стёрто, в голове даже мысли такое нет, что такое возможно, и даже букв нет у людей, когда они читают чек-лист на четвёртом пункте, и очень большая невнимательность, блин, у всех, даже у меня, я очень невнимательна, но я учусь постоянно быть внимательной, а для этого нужно возвращать себя здесь и сейчас, блин, и наблюдать, и не принимать любую правду свою и других людей на веру, потому что это только одна маленькая грань вообще истины, вот чем просто малюсенькой, и эта правда, она ни хрена сам по себе неправда, то есть когда мы говорим, я ни хрена не знаю, но мне интересно, и начинаем рассматривать, у нас открывается столько всего, столько информации новой, что мы такие, да ну нафиг, и что это и вправду вот такое, а я-то думала вообще по-другому, шаблоны, убеждения, то, что я убеждён, что это невозможно, это шаблон, да, всё, мы не можем действовать, потому что мы думаем, что это невозможно, и мы даже не начинаем поэтому, либо меня осудят, это шаблон, нас ещё не осудили, но мы уже решили так, мы уже за всех людей решили, мы взяли нормальных людей, хороших, блин, добрых, классных, которые также мечтают, чтобы мир был классный, мы их уже осудили, что они нас будут осуждать, мы взяли на всех людей, навешали, что они говно последнее, нас осудят, понимаете, мы уже взяли и обосрали всех людей, потому что они нас будут осуждать, все такие критиканные, все такие ужасные, всё, мы их уже осудили, поэтому мы не начинаем ничего делать, все затыки из-за того, что мы не действуем, Но чтобы действовать, надо поработать со своими убеждениями. Без убеждений действовать не будете. Так, решила поставить эксперимент. Раз мысль промелькнула, то пошла и сделала. Страшно, но, блин, кайфово и фильтровать мысли, да, вырабатывать новые привычки. А с чего я решила, что это невозможно? Блин, я ещё не пробовала. А если пробовала, у меня раз не получилось, то с чего я взяла, что у меня второй раз не получится? А, у меня 10 раз не получилось. Да и похрен, ребёнок тысячу раз упал, прежде чем встать. Эдисон лампочку на тысячный раз сделал. Да каждый, кто экспериментатор, какие-то вещи выдумывал, он миллионы раз попыток делал. И ничего, рано или поздно же получилось. Почему я решила ложки свесить и просто сказать, что, блин, я не могу. Зачем вы так делаете? А это называется старость. Когда вы уже решили, что у вас не получится. Делайте попытки, да, хоть миллион раз ошибок, попыток, до тех пор, пока у вас не получится то, что вы хотите. Не останавливайтесь ни на чём. Зачем? Вы сами себя тормозите. Ни внешний мир вас не тормозит, никакие обстоятельства вас не могут тормозить. Оно тормозит здесь, в вашей голове. Когда вы решили, приняли решение. Решение творят наш реальный мир. То есть мысль, чувство, решение творит реальность нашего, вот, всего, что мы видим. Мы решили, не получится. Мы решили, что осудят. Мы решили, что будет что-то не так. Мы решили, недостаточно мы компетентны. Мы решили, что мы недостаточно такие, недостаточно сикки. Всё. Вы отрубили себе все возможности. А потом думаете, почему у меня нет денег? Почему у меня желание не исполняется? Так потому что вы сидите и тормозите. И кроме вас, пинка под жопу сами себе никто не может дать. И пока не дадите, вот, ну, чтобы дать, многим людям нужно на самое дно так херануться, пока он без рук, без ног останется, и потом осознать. Блядь, да какого хера? Я сейчас лежу тут, это, в кровати, руки мне там отрезало, бензопилой, я не знаю, чем. Ноги парализовала. Чего же я раньше, где я был? Вот вы тогда вот очнётесь и скажете, блин, какого хрена? Ну, не доводите себя до такого состояния, когда вы уже немощный, и только потом начинаете осознавать, блин, ну, когда у меня всё было, почему я ничего не делал? Почему я решил вот так вот взять и ножки свесить? Никто, никакие внешние обстоятельства, ни погода, ни правительство, ни ковид, ничего на вас не влияет. Внешний мир — это следствие ваших мыслей, следствие ваших решений. Вы сами творите эту реальность своими собственными желаниями для того, чтобы получить какой-то опыт. Ваше желание сейчас быть без денег, и почему-то это хорошо, потому что если бы у вас были деньги, вы бы ничего вообще бы не делали. А деньги, у вас есть такая мысль, что приходит через труд. Ну да, действительно, надо трудиться. Труд — это выработка энергии вашей. Труд — пятый класс опять, физика, да? Любая работа вырабатывает тепло. Есть ещё формула. И это механическое действие, трение там, вырабатывает электричество, вырабатывает те импульсы, которые вот это вот всё фотонами творят, да, под нашим наблюдением, которые собирают эту картинку. Мы буквально поддерживаем тела других людей, домов, кружек, чего угодно, импульсами своего мозга. И потеряла мысль. Мы поддерживаем импульсами своего мозга, блин, весь этот мир. И ничего вне, извне, ни болячки никакие нас заразить не могут извне, никакие обстоятельства. Мы сами эти обстоятельства творим для чего-то. Если нет денег сейчас, это хорошо, это тоже хорошо. Если я сейчас болею, это тоже хорошо. Иначе как бы я узнал о своих шаблонах, которые меня тормозят от жизни, от части, от любви, от творения, от познания себя, от расширения. Если бы у меня сейчас не было болезни, я бы ни хрена не осознала бы, потому что болезнь — это просто сигнал. Увидеть, да, с чего он сигнализирует, да, от каких мыслей это происходит. Пока нет болезни, я даже не пойму, что я дохну, да, торможу. И ни хрена не творю. Пока у меня нет денег, я могу искать возможности труда, искать возможности трудиться, вырабатывать эту энергию хотя бы, как минимум. Вот, когда у меня будут деньги, я вообще заболею, слягу, умру. Пользуйтесь случаем в данный момент, здесь, сейчас, что у вас уже есть. Пользуйтесь этим классным моментом, потому что будет поздно. Так, всё как и вовремя, всегда всё вовремя. Всё вообще всегда вовремя. Болезнь вовремя, безденежье вовремя. Боль вовремя. У люди от нас уходят вовремя, тогда, когда нам нужно. Только по нашим желаниям. Начните раскачивать свою женскую энергию. Принятие, принимать мир таким, какой он есть, потому что мы его уже создали, мы уже не можем его менять. Этот миг вот такой. Он уже проявлен, он уже сделан, он уже сотворён. Вот такой он, всё. Надо его просто принять. Не бороться с ним, а просто принять. Как только вы его принимаете, вы прожили этот миг, следующий будет совершенно другим. До тех пор, пока вы будете бороться, вы этот миг будете удерживать до тех пор в борьбе. Жить борьба прождает борьбу. Пока вы его не примете. Потом доведёте уже до белой ручки, когда уже скажете, да пошло оно уже, всё терять уже, нечего, я всё потерял. Примете вы уже тогда. Ну зачем доводить себя, чтобы потерять всё? Не надо ничего терять. Можно вот сейчас вот принять. Блин, ну почему-то это хорошо. Мне интересно, что будет дальше. Я не хочу знать, как это будет дальше. Мне просто интересно, что. Я люблю киношку. Я люблю ходить в кино, на интересные фильмы, пускай даже трэшовые ужастики, комедюшки, неважно. Мне интересно, как развиваются события. Ваша жизнь такое же кино. Наблюдайте. Блин, радуйтесь этим кино. Ваши трэшовые ситуации, они дают вам энергию жить, потому что без этого в комфорте вы вообще загнётесь. Когда ничего не происходит, стагнация, да, пульс такой, пи-и-и, не вот так вот горки американские в жизни мы испытываем, да, вот всё ровно. У вас будет уныние. Вы просто заболеете своим унынием от того, что всё статично, всё так хорошо и не меняется, что я просто застрял, и всё. Вам это ещё больше не понравится, чем ваш трэш, который вы придумываете. Позитивная психология даёт результаты... А, позитивная психология — это враньё себе и желание уйти от реальности. Ну да, мы при позитивной психологии очень легко так уходим от реальности, не признаём свои проблемы, никак их не решаем и не понимаем, что каждая проблема, неважно какая, в какой сфере, там здоровье, отношения, деньги, блага, что угодно, это всего лишь сигнал. Сигнал, да, порождённый нашими мыслями, нашими решениями, нашими чувствами. Мы просто себя изучаем через эти сигналы. Делаем себя лучше, шире, ярче. Не знаю, можно любыми словами сказать, но суть такая, что просто внешне это сигнал. Ладно, целую. Всем пока.